Конец августа и начало сентября Сибирь встречала аномальной жарой. Из-за высокой температуры снова начали цвести яблони на дачах. Урожай бьет все рекорды, а бизнесмены смогли заработать, продлив сезон уличных кафе. Александр Руяткин узнал, как и на что еще повлияла теплая погода, и так ли это хорошо, когда лето вместо осени. 41 сотка почти в самом центре города. Эта земля Алексея Яранкина и кормит, и приносит доход. Виктория в этом году удивила даже садовода с 30-летним стажем. Она зацвела дважды, как полагается, в начале лета и неожиданно с наступлением осени. Вышел, как обычно, просматривать свой огород. Гляжу цветочки. На другой день еще больше, на другой еще день больше. И эти сорта не ремонтантные, а просто обычные. В Сибирь как будто после лета снова пришла весна. Вместо осенних пейзажей, амичи в социальных сетях делятся фотографиями цветущих, сиреневых и яблоневых веток. После цветочков пошли ягодки. Ранняя весна, жаркое, длинное лето с обильными дождями. В Новосибирске урожай бьет рекорды. Пробовали завесить пику, не хватило шкалы на весах. Около 15 килограмм примерно. И арбуз. Длит 8, 8,5 килограмм. Сладкий? Сладкий, очень. Синоптики подтверждают, температура воздуха в августе была действительно выше климатической нормы. 25 августа был перекрыт в городе абсолютный максимум температуры. Была температура 30,8. А 100 лет назад было 29,8 градуса. Если люди наслаждаются, то животным приходится страдать. К примеру, перелетным птицам из-за аномальной жары перестала плодоносить рябина. Это значит, что для снегирей, дроздов и свиристелей не будет корма зимой. Они будут на болотах, ну, какое-то время клюквой питаться. Если бы когда-то не хватало, тем более, что птицы перемещаются. Ведь они улетят в штовые стаи и найдут все-таки себе. Прошлой осенью в то же время уже дали тепло в квартирах. Но в этом году погода помогает владельцам квартир экономить, а некоторым бизнесменам – зарабатывать. Поток клиентов на летних верандах увеличился на треть. Рестораторы готовы встречать посетителей на свежем воздухе до середины октября. А то и дольше, если погода позволит. Способы, которыми можно создать комфортные условия для наших гостей – это есть пледы, есть обогреватели. То есть с помощью этого мы продляем лето для мечей. И возможность насладиться видами, видами на иртыш, пока он у нас не замерз. То есть, да, подышать свежим воздухом, конечно, все идут на летние веранды. Причины резкого потепления кроются в Тихоокеанском течении Эль-Ниньо. Теплая вода поднимается на поверхность океана и распространяется вдоль экватора, глобально меняя климат разных регионов планеты. В будущем, говорят специалисты, в Западной Сибири лето может длиться до октября. Вот это повышение температуры, рекордное для всего северного полушария, все-таки обусловлено глобальным потеплением. Рассчитывать на то, что где-то может быть баланс в природе, что если сейчас очень тепло, значит, вероятно, будет очень холодно, это тоже неправильно. И погода подтверждает выводы ученых. На выходных не бывало теплое бабье лето. В Омске ожидается до плюс 26 градусов. Первые заморозки придут только в конце сентября. Александр Руяткин, Ольга Артемьева, Алексей Попов, Павел Ходынский, Анатолий Серов. Омск здесь.